здравствуйте дорогие радиослушатели где программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша те кто в этом сомневается могут зайти на наш youtube канал и в этом убедиться ведущие эдуард брюнер и геннадий брюнер а сегодня у нас гостях очень интересный человек я только перечислю профессиональные на профессиональные сообщения это украинский театровед издатель телеведущий колумбе сценарист и драматург и все это женщина в одном лице наталья виктор на влаченко наталья виктор на добрый вечер добрый вечер хотя прочее наверное надо сказать доброй ночи уже потому что у вас скорее всего ночь мы вам очень очень благодарны что вы нашли время для нашей передачи и поэтому я хочу добавить к тому что я говорил вы входите а в 100 самых влиятельных женщин украины и в 2020 году стали обладателем серебряной кнопки на ю тубе наталья викторовна может ли в череде вот этих всех сообщений появится сообщение президент украины но я никогда не думала более того я должна сказать что у меня было много раз предложение в политику активно стать народным депутатом но я всегда отказываюсь потому что журналистика на сегодня для меня гораздо более интересно чем политика как всему вам перечислено того что перечислил я хочу вам сказать что я достаточно долго уже работаю на украинском телевидении к тому же я генпродюсером телеканала этих было сейчас я работаю на телеканале украина 24 являюсь креативным продюсером этого канала веду несколько программ в том числе и большое политическое ток-шоу а наталья викторовна как бы вы могли описать сегодня современного украинца а с его естественно плюсами и минусами но современный украинец очень разные да и конечно же там идет сепарация и в социальном смысле и во многих других но что безусловно объединяет всех украинцев сегодня это желание жить в единой украине в стране в которой есть мир который развивается и жить по принципам ну к страна стремится евросоюз я думаю что большинство украинцев стремится туда же и жить по принципам свободной страны в свободном демократическом мире это безусловно объединяет всех возможно у а там разных людей есть разное представление о том какими путями этого достигать но это уже детали самое главное что мы стремимся вот в будущее именно такое наталья викторовна есть такое выражение талантливый человек талантлив во всем а приемлемо это высказывание по отношению президента украины а владимиру зеленского владимир зеленский с моей точки зрения человек очень интересны и масштабные ну во первых он не системный политик это именно тот факт который за которой вы часто критикуют но я должна вам сказать что это в то же время его сильная сторона 73 процента украинцев на выборах чуть больше года назад проголосовала за него именно потому что он был не похож на предыдущих украинских политиков на политиков прежних поколений 73 людям из тех кто проголосовали от 73 процента пришлось по душе и по вкусу то программа которую он провозглашал но жизнь и мечты это немножко разные вещи поэтому конечно должна сказать что сегодня президенту не просто но он действительно талантлив во многих отношениях и мы очень верим в то что у него получится то что он задумал а такой вопрос владимир насколько устойчивы позиции сегодня владимира зеленского во власти и в продолжении предыдущего вопроса хотел бы спросить вот значит у нас много выступали интересные журналисты из украины и скажем так мягко их отношение к зеленскому было достаточно скептическая как вы смотрите на сегодняшние политические позиции президента украины скептическое отношение к зеленскому я хорошо понимаю особенно скажем у тех людей которые но журналисты ведь тоже люди да и у них могут быть взгляды и они конечно же могут оппонировать действующей власти как это происходит в любой другой стране мира но в общем все дела президенту зеленского пришлось столкнуться с рядом объективных и субъективных факторов ну объективный фактор вы знаете то что пандемия да он не ожидал это то есть три кризиса сегодня сопровождает украины очень серьезных это война на востоке страны и очень серьезная ситуация когда вопрос войны и мира нужно решать в очень тяжелых обстоятельствах второй фактор это экономический кризис который усилен не только пандемии но еще и его внутренними особенностями в украине связаны прежде всего с войной которая идет уже шестой год ну то есть фактически политический кризис экономический кризис и пандемии кризиса храна здоровья и я должна сказать что даже для системного политика а все эти испытания были бы чрезвычайно сложными а что говорить о чеке который пришел совершенно из другого мира но мне кажется что владимир зеленский держится достаточно с моей точки зрения достойно и проводит достойно политику украины и не хочется верить а сколько я была одна из тех кто за него голосовал что многое подчеркиваю многое ему все-таки он сможет сделать прежде всего решить вопрос войны и мира и конечно же вопрос новой конституции потому что вы знаете что революция достоинства должна была теоретически увенчаться в новой конституции новым коллективным договором но к сожалению пётр порошенко не смог это сделать но вот мы теперь ждем что это сделает президент зеленский а наталья викторовна полтора года назад пётр порошенко ушел с поста президента украины насколько до сих пор его влияние остается в украинской политическом ландшафте ну пётр порошенко достаточно влиятельный украинский политик на сегодня это обусловлено несколькими факторами первый фактор а состоит в том что еще до своего ухода он взял на себя весь сегмент который мы называем националистическим сегментом да и этом если даже националистические партии на выборах взяли меньше одного процента то в причину в общем-то в этом то что пётр порошенко на себя перебрал риторику лозунги политические политические прокламации которые были связаны с националистической политик это с одной стороны с другой стороны конечно же не буду скрывать что слабая сторона президента зеленского усиливают ситуацию политика порошенко и если там скажем полтора года назад его электорат составлял ну судя по социологическим вопросам 7-8 процентов то сейчас мы видим как идеал социологические опросы меняется мы видим что социологи нам показывает там 10-12 процентов то есть ну фактически я как человек прагматична до могу сказать что его положение по сравнению с временем выборов она все-таки даже я бы сказала усилилась и укрепилась а то есть гипотетически бывший президент петр алексеевич порошенко может претендовать на возвращение на президентский пост нет не может не может претендовать это что его положение укрепилась не значит что может претендовать на президентский пост второй раз потому что есть кроме рейтинга еще такое понятие в политике как антирейтинг и антирейтинг петра алексеевича порошенко очень высок главным образом в связи с коррупцией в которой его обвиняли и во время его президентства и обвиняют сейчас внутри страны в продолжении предыдущего вопроса при этом я извините должна вам сказать что популярность зеленского она практически не падает если мы видим как существенно поколебались цифры популярности партии слуга народа про президентской популярность самого зеленского его рейтинг практически не изменился в таком контексте следующий вопрос каково влияние на политику внутри украины виктора медведчука и его партии за жизнь потому что на российском телевидении их приз презентуют как основную оппозицию и то что может быть они могут взять власть чего бы мне лично нам не хотелось конечно я прекрасно вас понимаю но смотрите оппозиционными партиями себя сегодня называют очень многие партии и разные партии это партия голос на которого возглавлял до недавнего времени в окорчук а теперь возглавляет кира рудык это партия юрицы машинка которая считает себя сегодня в оппозиции эта партия это еще не нет несколько некоторая партии которые не являются сегодня парламентским при этом при этом о пзж тоже себя называют оппозиции что касается и оппозиция сегодня не следующая ситуация они действительно судя по цифрам и по выборам да они тоже существенная как и петр иксич порошенко укрепили свою позицию там 10-12 процентов они достаточно много голосов взяли на местных выборах которые недавно прошли в украине конечно они на втором месте и на третьем мы это знаем но все-таки они в первой пятерке о чем они там скажем не могли мечтать еще несколько лет назад во многом это происходит за счет того что очень существенный экономический кризис что украина устала воевать украина хочет мира никто не может представить но конкретного плана выхода в этот мир потому что минске договоренности как вы знаете невозможно выполнить пункт 8 11 тупиковый по которому мы расходимся в своем так сказать своей позиции с россией поэтому сегодня конечно это укрепляет но есть еще одно обстоятельство которое возможно изменит вообще политический ландшафт ближайшее время но готовится насколько я знаю к выходу а там большую украинскую политику несколько новых партий которые будут представлять там скажем интересы западной украины интересы восточной украины это разная партия абсолютно с разными людьми но в этих партиях будут и очень известны уже политики и вот когда это случится мы посмотрим как поменяется политический ландшафт и где будет оппозиционная платформа за жизнь наталья викторовна украина очень большое государство причем и неоднозначная как территориально так и по религиозному отношению и я бы сказал по менталитету я немножко как бы понимает а потому что мы много лет назад братом служили на западной украине и немножко видели людей как бы по менталитету не отличается а как на ваш взгляд может быть а в украине ввести президентское правление то есть в том смысле что руководить такой огромной страной с теми проблемами которые в украине существует может быть стоило бы ввести именно президентское правление и как бы с одной железной рукой и выводить выводить страну из кризиса отменяя всякие вот эти партии медведчуков и так далее ну смотрите до юра мы являемся президентской парламентской республикой но де-факто если ну для тех кто хорошо знает украинскую политику президент всегда играл колоссальную роль в украине да и очень часто это неважно о ком шла речь а шла ли речь о кравчуке а ющенко о там я не знаю януковичи о порошенко президент всегда был точек мучме кстати говоря президент был тот человек который перебирал на себя а очень многие полномочия руководство страной ну например не секрет не для кого что например там скажем у порошенко офисе президента в администрации президента был фактически теневой кабмин люди которые там звонили в министерство говорили что делать поэтому по факту в украине всегда было президента очень много власти именно поэтому сейчас идут о дискуссии относительно а может быть нам вообще не нужен президент а может это будет пусть будет парламентская республика очень многие эксперты об этом говорят политики и так далее я же честно говоря я же склоняюсь к тому что безусловно нам нужно новый новая конституция нам нужен референс и мы должны очень серьезно садится и дискутировать и говорить о том какой должна быть да то есть визия будущего да нам нужны визионеры которые все-таки смогут сформулировать концепцию о той страны которую мы хотим видеть в будущем во всех смыслах этого слова ведь наша огромная проблема состоит в том сегодня что мы не имеем знаете такой четкой расписанной военной доктрины политической доктрины доктрины высшего образования охрана здоровья и так далее то есть мы проводим бесконечные реформы но четкого видения что это должно быть но все-таки до сих пор нет поэтому конечно а все а все дело в том все операции то что нужна новая конституция страна не может жить по тем законам которые были актуальны для какое-то количество лет назад потому что мир стремительно меняется и все стремительно меняется поэтому конечно же а вот это необходимо сделать это сегодня задача номер один и для зеленского как мне кажется в том числе наталья виктор задам вам вопрос абсолютно простой стихами евгения евтушенко хотят ли русские войны обычно имеете собственно русские да россия вот россия русских как 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 поставлен вопрос в этом стихотворении как бы вы ответили я понимаю ну смотрите а конечно же там наверное следует разделять русских и путина и его власть его окружении его правительство для меня колоссальная трагедия была аннексия крыма просто колоссальной и оккупация части востока хотят ли русские войны но наверное я не знаю есть разные русские наверное все быватели которые смотрят телевизор которые смотрят пропаганду соловьева и там я не знаю толстого и всех остальных известных российских пропагандистов которая построена на самых примитивных на самых тошнотворных приемах и мы знаем вот что такое телевизионная аудитория до россия большая страна поэтому конечно же наверное часть россиян хотят войны готовы на все мы же видим что пропаганда постоянно подогревает эти настроения хотят ли украинцы войны конечно нет только ли пропаганда наталья виктор только ли пропаганда ну есть еще есть еще какие-то вещи ментальные наверное но я здесь буду очень осторожно я очень осторожно потому что знаете я там боюсь каких-то формулировок что любой народ вот там ментально хочет войны нет но наверное украинцы в этом смысле вот мечты спрашивают чем украинцы отличаются от русских я всегда говорю тем что украинцы это как больно люди гораздо более как мне кажется да вот и ну европейские устроенные они легко критикуют власть они стремятся к свободе им не нужен там царь батюшка они стремятся к комфорту они очень творчески поэтому конечно же представить себе еще 6 лет назад что это может значиться с нашей стороной мы даже себе не могли вообще страшном сне но тем не менее произошло а хотят ли русские войны не знаю возможно часть из них этого хочет понять ними наталья викторовна новая политическая тенденция это женщины политики я хочу просто вернуться к тому с чего начал в прошлом это маргарет тэтчер сейчас это ангела меркель пришло ли время для украины иметь женщину президента на ваш взгляд или и если такие женщины сегодня в политическом ландшафте украины а вы знаете я последние годы когда я слежу за тем как меняется украинское общество с огромным удовольствием вижу как там женщина занимает все более доминирующие позиции во всех абсолютно областях во всех областях во первых очень много таких успешных женщин бизнесменов очень много успешных женщин менеджеров очень много успешных и интересных женщин в поле в политике поэтому конечно же сегодня появились новые условия для жизни у многих из нас и успешная карьера же не просто там мечта для единицы принципе она достигаем и для очень многих людей по своему как бы для важности где что женщина и мужчина устроена по-разному поэтому как мы не кажется женщины по своему там внутреннему мироустройство они более гибкие более договорные и если бы женщины сегодня их было большинство в политике мне кажется что и войны многого другого было бы гораздо меньше женщины способны договориться женщины способны не поддаваться наложенные импульсы какие-то знаете там самолюбия там кто круче и так далее для женщины очень важен результат в основном но для мужчин мне кажется и процесс тоже очень важно смотрите такой вопрос могли бы вы назвать своими коллегами господина например попова дмитрий киселева и даже владимира соловьева и это первая часть вопроса 2 евгений попов и дмитрий киселев долгое время работали в украине как вы считаете почему они не оценили то что украина в свое время их приютила дала им работу даже они жили какое-то время возможность реализоваться возможность реализоваться вот как вы это могли бы описать я думаю что это всегда вопрос внутреннего решения человека его способности границ его компромисса а то что они работали жили в украине какое-то время абсолютно ничего не означает эти люди в свое время приняли для себя решение заниматься не журналистикой а пропагандой и поскольку они занимаются пропагандой значит никаких там внутренних ориентиров до быть не может то есть кто такой пропагандист солдат партии ему сказали делать он делает почему они это делают а другое дело можно там дискутировать сколько угодно не доделать потому что это их убеждение или потому что им за это хорошо платят или потому что и вообще это безразлично потому что они со себя при свою жизнь представляют мне внутри россия еще где-то я даже не хочу вообще фантазировать и представлять на эту тему но безусловно что такие люди как там я не знаю соловьев скобеева толстой и некоторые другие это естественно не мои коллеги но потому что они не занимаются журналистика не занимается пропагандой и этом я им желаю счастья успеха на этом поприще но ничего общего журналистика у них нет я об этом убеждена наталья викторовна я немножко вас поправлю вот я им лично не считаю ни счастья ни успехов потому что то чем они занимаются это призыв к войне соседним соседним государством поэтому я бы понимаю да 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 скорее всего это означает что меня не вообще не волнуют на самом деле наталья виктор мы сейчас уйдем на рекламную паузу и через пару минут вернемся к нашей очень интересной беседе спасибо оставайтесь пожалуйста мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард грумер и геннадий сегодня мы беседуем с украинским журналистом театроведом издателем колумнистом наталья викторной влащенко а наталья виктор на спасибо что вы с нами и сразу хотел бы вот в продолжении предыдущего вопроса должна ли украина преследовать а вот этих пропагандистов людей которые в принципе призывают к межнациональной розни и к войне ведь они свободное время ездят отдыхать в европу везде они себя чувствуют свободно как вы считаете как-то должна украина выдать скажем так ордер на арест этих людей но смотрите насколько я знал всем перечисленным многим другим кто занимается подобным въезд в украину запрещен такие санкции введены у нас в стране ну и конечно есть насколько вы знаете этом европа вела тоже часть санкции против людей которые участвуют в разжигании войны между россией и украиной там в этом списке не только бизнесмены не только там люди из окружения путина также и журналисты против них тоже и санкции им тоже запрещен въезд в ряд стран то есть не на штаты америки в ряд европейских стран наталья виктор на а уже несколько месяцев беларуси идет противостояние оппозиции и александр лукашенко как только все это началось александр лукашенко сразу же обвинил украину украинскую власть будем так говорить в том что она способствует потворствует а тем событиям которые в беларуси происходит как бы вы оценились на сегодняшний день отношения беларуси и украины собственно говоря отношение беларуси и украины оценила верховная рада уже украины сметки с одной стороны лукашенко страшная вижу на украину потому что он считает что он поддержал украину во время там четырнадцатом году когда началась война с россией и поддержала говорил что конечно же крым украинский так далее он считает что он дал площадку для минской переговорной группы это его позиция позиция украинской власти в частности верховная рада украины которая специальным постановлением выразила свое отношение которые считают что выборы в беларуси прошли не демократическим путем и за это постановление проголосовала вся верховная рада то есть но тем самым по своему политическое отношение украинская власть продемонстрировала и часть экспертов часть эксперты для того чтобы вам показать полную палитру позиции в украине считает что мы не должны были этого делать все таки что у нас колоссальный товароборот с беларуси и внешняя политика украины должна быть очень прагматичный перед тем как кого-то осуждать или что это делать мы должны понимать это полезно для украины или не полезно такие мнения внутри страны тоже есть они не раз высказывались в эфирах на радиостанциях и так далее то есть вот на сегодняшний день позиция официальной власти ясно абсолютно давайте перейдем к болезненному конечно вопросу украины это донбасс дмитрий гордон известные журналисты один из лучших как мне кажется это же наш собеседник нашей передачи высказал такую идею что донбасс надо по палестинскому сценарию значит перекрыть заниматься украиной и забыть про донбасс отодвинуть как бы его и и в результате через какое-то время донбасс сам вернется в вона украины как вы видите решение донбасской проблемы знаете я как человек который написал большую книгу которая называется кража или белое солнце крыла это документальный роман об аннексии крыма я как человек который воспринял очень болезнен аннексию крыма я вообще как бы ну не приемлю точку зрения когда говорят ну давайте отрежем там половину востока луганск донецк пусть не сижу вот как хотят здесь нам будет легче от этого я нет я не снимаю я снимаю позицию противоположную позиции дима гордона которого отлично знаю которая и которому коллега из которому я надеюсь что мы в приятельских отношениях и так далее но я публично в этом не раз говорил я считаю что смотрите у меня там есть знакомые друзья там коллеги и в донецке и в луганске я знаю что там большое количество про украински настроенных людей ну как мы что скажем да ладно мы не будем живите как хотите нет мне кажется мы должны выработать план возвращение донбасса там луганской части назад в украину есть ну и же понятные какие-то вещи люди должны понимать как будет проходить восстановление как будут проходить другие процессы люди должны понимать что не возвращаются на родину ведь это же в очень многом зависит от позиции официально украины я бы не стала разбрасываться да а крым ушел там к россияну а теперь мы отдадим еще им или еще кому-то там часть донбасса нет это все наша земля и все что принадлежит украине должно остаться в украине я считаю что будущем должна быть бескомпромиссная борьба за возвращение крыма в украину наталья виктор но мы уже говорили про россию насколько влияние пропаганды там сильно да и по отношению вообще не только к украине но и к другим государствам как бы вы оценили влияние четвертой власти на у на украинских будем то говорить не то чтобы политиков а обывателей если так можно выразиться ну я не я ничего нового не скажу если скажу что люди воспринимают мир через средства массовой информации естественно а там сегодня же это настолько но там это сепарировано до что у каждого там свои сегменты кто-то осмотрит телевизор с утра до вечера не выключает его это там аудитории 50 55 плюс кто-то живет просто забыл обо всех сми и живет в телеграм-каналах и они для него являются главным источником новостей кто-то любит аудио слушать это у него есть любимое радио и получают новости и какие-то там формируют свою позицию через вот эти источники то есть сегодня у людей есть возможность на а получать информацию и формировать свою позицию через те источники которым нравится кто-то там сидит в ю тубе еще что-то поэтому конечно же влияние огромное переоценить нельзя и вы же знаете что психологи и социологи говорят о том что к самостоятельному обработке информации способны там 356 процентов людей на земле все остальные все-таки до через информационный мейнстрим был воспринимают информацию а уж что не выбирает для себя это во многом зависит от воспитания от места проживания от интеллекта от количества прочитанных книг и от многих многих от среды обитания и от многих других факторов поэтому конечно там информационное влияние информационных источников колоссальное колоссально она подменяет практически для человека все поэтому все зависит от того что человек смотрит что поглощает каким ведущим он доверяет или каким журналистам доверяют в общем то он является фактическим зеркалом того что он видит и слушает наталья викторовна россия находится эта соседка украины и ничего с этим не поделаешь хочешь и не хочешь приходится дальше жить вопрос такой видите ли вы кого-то внутри российской власти с кем бы украинский стаблишмент мог бы вести диалог как-то договариваться на кого можно было бы может быть в будущем поставить чтобы решать какие-то вопросов очень много знаете это очень непростой это очень сложный вопрос с одной стороны конечно же если от журналистов особенно там в либеральной тусовки которые вызывают уважение их позиция их биография их образ жизни ну я не знаю такие как там леонид парфеном например да чекану которого вызывают уважение у многих но с другой стороны как у нас у украинцев есть большая обида на российскую политическую тусовку либерально потому что именно они в том числе например и алексей навальный когда был инвестирован крым никто из них не возвысил голос против этого действия все сказали крым наш да это было незаконно но была восстановлена историческая справедливость понимаете и а ну вот для меня ты во многом на такой сигнал о том что не бывает не бывает там знаете а партнер в международных отношениях и внешней политики мы должны помнить что любая страна может осуществлять экспансию экономическую политическую еще какую-то мы должны помнить что если мы хотим быть большими сильными и мощными мы должны осуществлять политику национальных интересов вот знаете украина а понадусе вот вот это наверное и есть самая правильная позиция что касается сегодняшнего олимпа очень разного российского политического я не вижу там людей которые могли бы искренне а там любить украину наталья викторовна чуть-чуть от политики отойдем украинская культура абсолютно великая никто с этим даже спорить не будет я только нас вот то что сейчас мне в голову приходит это именно мброси бучма богдан ступка то есть те фильмы которые мы смотрели в детстве в юности что сегодня происходит с культурой украины если какие-то успехи если какие-то прорывы прорывы и если у культуры будущее то есть я имею в том плане а может ли украина очень хорошо себя позиционировать в этом плане на мировом культурном пространстве я думаю что конечно да я думаю что конечно да украина большая европейская страна украины пережила за последние 20 лет ряд очень мощных потрясений а как вы знаете потрясение именно потрясение всегда формирует новый новый культурный слой новую гуманитарную позицию если там 18 19 веке и даже в части 20 века в мире а формировали новые смыслы люди которых мы называли там элитой я не знаю там философской литературной элиты и так далее именно эти люди предлагали новые смыслы новую визию будущего то потом как-то это очень изменилось и вот эти вопросы сотрудничества творческой интеллигенции с властью они стали довольно сильными да но за последние годы там скажем последние 10-15 лет в украине очень многое меняется я должна сказать что я вижу в литературе например я вижу преемственность поколения я вижу это на смену там андрухович и издрику многим людям другим известным писателям нашу при и поэтому пришло поколение а там условно говоря сереже дана который вырос очень в этом андрея куркова и так далее бы они выросли в мощных очень писателей и вот сейчас следующее поколение да там александр кабанов поэт но я бы сказала ну такого европейского совершенно уровня и конечно же пришло новое поколение прекрасный романист владимир рафиенко и многие другие то есть с литературой у нас абсолютно все в порядке украинский театр по-прежнему является одним из лучших и самых сильных театров в европе украинский шоу-бизнес фактически был все эти годы поставщиком самых это мне не знать талантливых людей в российский шоу-бизнес но связи с тем что произошло в четырнадцатом году связь квотами всем остальным эти люди сегодня остались в украине многие из них работают это же они значительно усиливают позицию украинского шоу-бизнеса украинского искусства и так в принципе единственное что есть а там у нас прекрасный музей у нас отличная плеяда художников да и я знаю что там и не зародит борт савадов чуть десятками художников назвать единственное что где может быть есть проблемы и провалы в некоторых отдельных направлениях ну перед кино потому что кино всегда это такая должна быть мощная индустрия где есть ну там в кино как мы знаем должно сниматься не меньше 100 фильмов в год для того чтобы среди них появлялись там шедевры до настоящие но к сожалению мы столько фильмов пока что еще не снимаем мы сейчас занимаемся возрождением киноиндустрии что конечно требует больших денег и это непросто очень многое меняется в связи с тем что им и меняется информационный поток да и появляются новые блогеры которые работают в ю тубе которые являются фактически отдельными сми ну тут же дмитрий гордон который которого сегодня вспомнил фактически чек который занимается журналистикой в сети и он там получил своего успеха свою популярность и так далее поэтому в принципе все нормально все движется единственное что нам не хватает катастрофически сегодня потому что экономический кризис потому что шесть лет война нам не хватает денег для возрождения там я не знаю там всех музеев которые требуют уже информации для возрождения кино как индустрии никак отдельных талантливых фильмов талантливых режиссеров но это процесс мы идем ну что поделаешь а украинская культура требует особенно в ее государственном секторе требует реформу а полгода назад я посмотрел ваше очень прекрасное интересное но сложное интервью с таким шикарным актером алексеем горбуновым разговор был такой сложный даже как бы немножко грубоватый а как вы считаете вот все что алексей говорил а про кино это как можно решить эту проблему потому что ну мы хотели бы смотреть какие-то украинские фильмы и студия имени довженко всегда славилась своими хорошими фильмы интересными работ и интересными работами как вы видите решение проблемы именно в кино важнейшему из искусств как сказал один политический классик алексей очень честный один из самых умных и честных и талантливых актеров украины он же вы знаете что очень много снимался в том числе и в россии и он пожалуй один за немногих в четырадцатом году отказался сниматься в россии из-за того что произошло между нашими странами поэтому его гражданская позиция достойна уважения он много потерял до в материальном плане для того чтобы иметь право высказывать эту позицию и во многом он прав когда говорит о том что к сожалению индустрии кино нет она очень таком тяжелом плохом состоянии и по этому поводу а ведь актер понимаете он должен работать не только горбунова много его коллег и так далее и конечно ему болит что ничего этого не происходит мы помним фактически сейчас происходит уже само что происходило когда-то в 90-е годы до снимается несколько десятков фильмов год но к сожалению они получают прокат к сожалению их уровень не таков чтобы это могло конвертироваться за редким исключением да там на большой фестиваль и так далее но я очень надеюсь что это переходный период и что еще несколько лет и мы сможем создать свою новую школу потому что в украине нужно создавать новую киношколу когда вы знаете что у нас история украинского кино чрезвычайно интересное то что мы делали в 60 70 годы прошлого века когда были такие просто титаны как параджанов как асыка как иван николаевичук и многие другие эти фильмы до сих пор не потеряли свою актуальность я с большим удовольствием смотрю фильмы параджанова и весь мир смотрит вот конечно нам есть чем стремиться нам есть что возрождать наталья викторовна у нас с геннадием очень много друзей именно киевлян как сегодня город как смотрится сегодня город киев как он развивается и как люди себя насколько люди уютно себя чувствуют в этом городе знаете киев пережил очень много разных периодов и мое глубокое убеждение что киев всегда прекрасен вот когда меня спрашивают что там есть разные города в мире я практически объездила полмира и я могу сказать что есть города там дал для там для того чтобы в них погулять есть города для для дела для работы а есть города для жизни киев как ну например там лондон или прага это город для жизни он в нем чрезвычайно какая-то мягкая ментальность мягкая уютная атмосфера здесь очень много красивых людей по настоящему красивых и вот это вот знаете здесь чувствуется течение жизни ментальность жена никуда не то что ментальность энергия древнего кива она же никуда не исчезает в его парках в его холмах каких-то неожиданных там местах которые сохранились хотя конечно есть проблемы безусловно есть проблема когда у нас там много лет подряд несколько десятилетий были к сожалению главный архитектор который не очень заботились о том чтобы сохранять тот кип который был прекрасен да к сожалению очень много старинных зданий снесено к сожалению нет порядка в застройке в новой к сожалению очень много коррупции в застройках и так далее но вот основной вот этот дух киева он сохраняется и я надеюсь что он будет сохранен потому что ну и много хорошего появляется в рядочек россии в этом рестораны магазины кафе замечательно я вам скажу что киев славится то есть я как человек который любит рестораны и первое что дело этом заходит там в любом городе в любом конце мира по какой-то уютную кафешку всем вот этот вот этот сервисный бизнес когда человек может выпить чашку кофе посмотреть куда-нибудь знаете в рассвет или в закат здесь с этим все в порядке хотелось бы только конечно чтобы там другие какие-то опции подтягивались потому что если спальна районах есть проблемы и так далее но киев по-прежнему прекрасен поверьте мне а давно бы были в киеве кстати говоря к сожалению в киеве не были по у нас есть друзья поэтому являлись киева у нас все в будущем спасибо спасибо наталья векса на еще такой вопрос к как вы относитесь к тому что вот прекрасная певица софия ротару объявила о том что она едет в россию с гастролями записи новогодними записями и к тому что многие украинские деятели шоу-бизнеса едут зарабатывать в россию вы понимаете я попытаюсь сформулировать о чем я говорю все дело в том что артисты это люди которые сейчас очень многое изменилось особенно все из пандемии и так далее последний год артисты это люди которые для которых очень важна аудитория и важны залы если они видели что наши политики ну например петр Алексеевич порошенко спокойно торговал конфетами во время войны да и торговал в россии и не закрывал свою фабрику если они видели вот лицемерие политиков которые выступали с трибун а сами продавали там землю в крыму где-то по российской юрисдикции и так далее то конечно же они говорили а почему мы не можем почему мы не можем так делать поэтому связи же между украиной россии не только там шоу-бизнесовая и другие связи чрезвычайно крепки украинский шоу-бизнес там есть конечно часть артистов которые конвертируются их музыка их творчество конвертируется там восточную европу они там ездят поступают тогда они выступают в америку и так далее но таких артистов немного вы если у меня спросите одобряю ли это нет я это не одобряю но и осудить это не могу потому что я понимаю насколько этим людям не просто живется поэтому ну вот здесь я пожалуй поставлю многоточие ну а софия ротару конечно человек который могла бы как мне кажется она всю жизнь живет в украине могла бы честно говоря обидеться за свою родину и не ездить на выступление на песню года она может себе это позволить по всех смыслах этого слова а наталья викторовна очень короткий вопрос и может быть очень короткий ответ так как наше время к сожалению заканчивается отрез тремя словами как бы вы могли описать украину три главных слова для украины может быть не слова смотрите огромный ресурс талантливейшие люди колоссальные надежды на будущее вот вот так наталья викторовна огромное вам спасибо за это интервью за приглашение это наша благодарность и от наших радиослушателей и от тех украинцев которые живут в нашем замечательном городе у нас есть украинская деревня и мы понимаем что время очень позднее и еще раз вам благодарны за то время что вы нам уделили огромное спасибо берегите себя не болейте и удачи всем вам все взаимно всем привет кто нас слушал и а конечно же очень надеюсь что когда-нибудь вы приедете к нам в киев гости а вы приезжайте к нам в чикаго будем вам очень рады спасибо вам спасибо до свидания